Музыка Первым большим праздником в Дни Святых Дней, Святок, является обрезание и День памяти святителя Василия Великого. Будущий святитель Василий, архиепископ Кесарий Каппадокийской, родился в 329 году в очень благочестивой семье. Эта семья, включая бабушку, мать будущего святителя, родную сестру и брата, и самого Василия Великого, канонизирована и причислила к лику святых. Это семья, которая отличалась редкостным благочестием, ученостью, и сам будущий святитель очень рано полюбил науки. Он учился в Кесарии, в Каппадокии, потом перебрался для продолжения обучения в Афины, где познакомился с будущим святителем Григорием Богословом. После образования, которое Василий закончил с отличием по очень многим дисциплинам и по математике, риторике, по философии, по физике, по астрономии, медицине, можно сказать, что во многих областях разных наук он проявил себя как выдающийся ученик, но душа его искала чего-то большего. И он отправился на поиски в Египет, в древний центр мудрости, где в то время подвязались в египетских пустынях Макарий Великий. И, наконец, он прибыл в Палестину, где в городе Иерусалиме принял святое крещение. Возвратился святой в родную Кесарию и принимает священнический сан. И считал, что вся та наука, в том числе и философия, эллинская мудрость, должна быть поставлена на служение Богу, на то, чтобы других людей просвещать светом веры, чтобы наука, которая нисколько не противоречит вере христианской, явилась как бы обличением чудес Божьих, явилась свидетельством о премудрости Творца. В это время в Кесарии был епископ Евсевий, это знаменитый церковный историк. И под его руководством святитель Василий очень много изучал священописание и сам был прекрасным проповедником. Наконец, после смерти Евсевия, святитель Василий был поставлен на его место, возглавил Кесарийскую кафедру в качестве архиепископа. Со своим другом Григорием Богословом святитель Василий очень много потрудился, обличая арианскую ересь. Еще прежде рождения святителя Василия, в начале IV века, церковь обуревала очень страшной ересь – арианство. Еретик Арий и его последователи учили, будто бы Иисус Христос не есть истинный Бог. Они говорили, что Иисус Христос – это лишь некое высшее творение Божье, некое воплощение, как бы ангельское, и поэтому наделенное многими свойствами и дарами чудотворений, но при этом это не есть Бог. Почему возникла эта ересь? Гордый человеческий ум говорит так – «Я не могу этого понять, как это Бог един в Троице, как это Отец и Сын и Дух Святый и суть – одно божество. А раз не могу этого понять, значит этого и не может быть». Но на самом деле не только ум человеческий, но и ангельский ум не способен проникнуть в тайну бытия Святой Троицы. И мы знаем о Боге лишь только то, что Он нам сам о себе открывает, потому что никаким человеческим словом или чувствами какими-то нельзя описать Творца. И вот эта ересь чем была опасна? Если Иисус Христос не есть истинный Бог, то означает и нет божественного достоинства у Церкви Христовой, а это означает, что и нет авторитета всех тех догматов и вероучительных истин, которые содержат христиане. Все свое святительство Василий Великий боролся с этой ересью. Но беда была в том, что после Первого Вселенского собора при императоре Валенте, который тоже склонялся в пользу Ариан, очень многие епископские кафедры и храмы были захвачены Арианами. Именно поэтому святитель Василий воспринимался как некий бунтарь. И вот император Валент посылает в Кесарию, к непокорному архиепископу, посылает своего префекта Модеста, когда тот, напыщенный и дышащий такой властью, пришел к епископу Василию, угрожая. Если ты не прекратишь свое возмущение, если ты не оставишь своих ложных учений, то я прикажу тебя сначала лишить всякого имущества. Потом, если ты будешь упорствовать, я сошлю тебя на край Вселенной. А если при этом не остановишься, то я должен буду лишить тебя жизни. Очень часто для усмирения непокорных гражданская власть использует свою силу. И Василий Великий с крутостью отвечал Модесту, «Если тебе нужна моя ветхая одежда, то я готов тебе ее отдать. На, возьми ее. У меня кроме нее и книг моих ничего нет. Если ты хочешь меня сослать, так я и здесь ничего не имею, где главы преклонить. И поэтому Слово Божье неважно, где будет возвещаться, оно проникает всю Вселенную. А если ты лишишь меня жизни, то о большей радости я и не мог себе представить, потому что мученица за Христа, оно представит меня пред моим любимым Спасителем». Пораженный этими словами святитель Василия, Модест отвечал, «Я никогда не видел такого человека, который смерти не боится». На что святитель Василий ему отвечал, «Знать ты никогда не общался с православным епископом. Мы кроткие и послушливые во всяком деле, но когда дело идет о вере христианской, то мы стоим за истину вплоть до самой смерти». Император, услыхав о таком непокорстве архиерея из Кесарии, пожелал сам лично явиться и повстречаться, пообщаться с Василием. И когда он прибыл в Кесарию, увидел благолепие, храма, чистоту, порядок, удивительное благочестие прихожан. И когда он, вдохновленный божественной литургией, которую совершал святитель Василий, был как бы восхищен всем этим, то применил свой гнев на милость и просил лишь Василия не проявлять такого бунтарского нрава, а хотя бы некоторое положение, ариан, принять. На что Василий Великий отвечал, что не за самую жизнь он не отступится от веры православной. Святитель Василий Великий является великим богословом. Его перу принадлежит много творений. Это и беседа на шестоднев, о днях творения мира, о удивительной красоте нашего мироздания, его премудрости. Святитель Василий является автором божественной литургии и очень многих молитв, в том числе в Таинстве Соборования и других, которые церковь содержит. Он не был только молитвенником и не был лишь только епископом, надзирателем за жизнью церковную. Он был удивительно милосердный человек, который отец или мать, если его дети имеют нужду, живет в покое и в беспечности или сам кушает, а детей не снабдевает пищей. Вот так вот святитель Василий устраивал и благотворительные трапезы, устраивал детские сады и обучение, многократно заступался за людей обижаемых, в том числе и за тех, подчас, кого насильственно пытались выдать замуж. Он являлся борцом за освобождение от рабства. Ведь еще в IV веке сохранялось рабовладельчество, своих же слуг он отпустил на свободу. И действительно, когда он приставился буквально два года, не дожив до Второго Вселенского собора, который он готовил вместе с своим другом, святелем Григорием Богословом, то действительно его жизнь около 50 лет была непрестанным служением Богу и Церкви. Дорогие братья и сестры, 15 января наша Церковь совершает память удивительного святого, нашего русского молитвенника и подвижника, преподобного и богоносного старца Серафима Саровского. Преподобный Серафим родился в середине XVIII века. Времена были очень непростые. Он родился в семье купцов Маштяных. К тому времени отец, несколько разбогатев, приобрел в городе Курске кирпичные заводы и строил многие гражданские здания каменные в городе Курске, и в том числе кафедральный собор в честь преподобного Сергия Радонежского. Но сам отец не дожил до окончания строительства. Достраивала его жена и мать преподобного Серафима Агафья Машнина. Она брала с собой мальчика Прохора, как тогда звали будущего подвижника, с собою. И вот однажды случилась трагедия. Мальчик оступился и упал с огромной колокольни. Мать в страхе бегом спускается вниз, ожидая, что увидит разбившегося насмерть сына. Но чудесным образом, словно рука Божья, поддержала святого угодника, и он встречал мать уже стоя на ногах и радостной. Потом, когда он немножко подрос и тяжело заболел, опять же, его исцеляет Матерь Божья. Случилось, что Прохор лежал в жару несколько дней, и вот по улицам города носили с крестным ходом икону знамения Курской Коренной Божьей Матери. И в том числе разразился такая гроза и ливень, что были вынуждены крестохозцы зайти в дом Машниных, чтобы там немножко переждать этот ливень. И тогда мать Агафья вынесла Прохора и приложила к иконе. В 19 лет преподобный Серафим, будущий Серафим, что означает пламенный, горящий, Прохор уходит из родственного Курска, получив материнское благословение и медный крест, который он до конца своей жизни носил на груди. Прохор приходит в Киево-Печорскую Лавру, где от старца до Сефея прозорливца получает такое наставление «Иди в Саров, и там спасешься». Уже в 19 лет молодой подвижник приходит в Саровскую пустынь, где под руководством духовно-опытных отцов проходит искус монашеский, наконец принимает постриг с именем Серафим. Будучи рукоположен в диаконский сан и, совершая богослужение, сподобился видеть, как после малого входа с Евангелем сам Господь с целым сонмом окружавших его ангелов и святых идет на совершение божественной литургии. И, как говорил преподобный Серафим, благословил священника, предстоящего пред престолом, весь народ. И я, убогий Серафим, сподобился от него особого благословения. Преподобный Серафим был настолько восхищен этим видением, что еще два часа ничего не мог говорить. Его под руки ввели в алтарь, а он был словно восхищен, словно не на земле он пребывал. Преподобный Серафим нес большой труд. Это молитвенное предстояние за всех труждающихся, страждущих и людей, которые приходили, обращаясь к нему с молитвой. Но через какое-то время преподобный Серафим стал проситься у игумена отпустить его на отдельное пустынническое житие в Саровский лес, где у него была ближняя дальняя пустынька. Инок, что в переводе означает «человек иной жизни», это другое название у нас русской традиции, монашеской жизни. Это именно тот, кто не ищет себе земных сокровищ, не стремится обогатиться. Серафим ничего не имел, но он духовно обогащался, и его заповедь нам такова. Цель жизни христианской есть стяжание Духа Святаго Божьего. Так что душа наша, словно некая копилка, должна приобрести столько божественной благодати Духа Святаго, чтобы она преобразила всего человека. Именно в этой благодати, пребывая, человек освящается, и то, что Святые Отцы называют обожением, то есть преображается по образу Сына Божьего. Преподобный Серафим потерпел, в том числе, и скорби. Однажды на него напали три крестьянина, думая, что раз к подвижнику приходят разные люди, в том числе там и сановитые, и с богатым родословием, то, наверное, они ему что-то дают. Серафим в это время был с топором в руках и готовил себе дрова. И, будучи телесного сложения, очень крепкого и высокий ростом, он не стал противиться нападавшим, сказав, что у него ничего нет. Если хотите, посмотрите, вот его келейка. Действительно, напав и жестоко избив, и еще ко всему прочему обухом топора, его ударили по голове так, что из ушей и из носа у преподобного Серафима пошла кровь, а потом еще жестоко истоптав его ногами, так что уже до конца жизни Серафим не мог распрямиться, и был сгорбленный старец. А сами нападавшие перекопали весь его пол в этой землянке, разобрали печь, и ничего не нашли, кроме нескольких буквально гнилых картофелин, в страхе, в панике убежали. Но, будучи вскоре найдены и приведены к преподобному Серафиму, покаялись, а преподобный их простил. Но сам он тяжело за ним мог, и когда буквально на следующий день после этого нападения пришел в монастырь, приполз в монастырь, едва смог дойти до обители, то братья и не узнали, настолько он был изувечен. Матерь Божья явилась и исцелила своего избранника. Вместе с апостолами Иоанном и Петром коснулась его и сказала, «Сей от рода нашего». Преподобный Серафим представился в 1833 году, на своем веку пережив и Крымскую войну, и времена Наполеонового нашествия, времена восстания декабристов. И сдал он нам несколько очень важных заповедей. Он нам сказал, что вне церкви действительно нет спасения. Чтобы христианину спастись, ему необходимо по возможности каждый месяц исповедоваться, причащаться к животворящим христовых тайн, соблюдать положенные церкви посты, подавать милостыню, и жизнь свою поставить на служение. Кем бы ты ни был, учащимся или работающим человеком, дворянином или бедного происхождения, но твоя жизнь должна стать всецелым служением Богу и ближним. Именно так и жил сам святой угодник Божий Серафим. Когда отпевали преподобного Серафима, то прибыл сам владыка, епископ, и говорил такие слова. «Наша жизнь – копеечная свечка, а его свеча пудовая, она горит от земли к небу, и до ныне этот свет жизни преподобного Серафима, его молитвы за всех нас, греют и просвещают нам нашу жизнь, вдохновляя нас на то, что какие бы ни были жизненные обстоятельства у каждого из нас, то тот, кто с верой, терпением, упованием на Божий промысел их переносит, Господь употребит все это нам во спасение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова